всем привет сегодня пару слов об экономии на обслуживание ваших корейских автомобилях ну и в принципе любых других автомобилей на примере вот этого мотора который подлежит сейчас капитальному ремонту я думаю тут видно почему кстати пробег у мотора не очень большой около 100 тысяч это мотор 1.4 с рио по моему 14 года мое отношение к экономии на обслуживание автомобиля крайне отрицательно но все-таки если вы решили сэкономить на обслуживание то я думаю что вам надо при каждой вот покупки там масляного фильтра на 200 рублей дешевле масло на полторы тысячи дешевле еще где-то тысяч 15 20 откладывать на капитальный ремонт вашего мотора ну вот такая вот экономия к нам приезжает много автомобильный капитальный ремонт двигатели и как правило мы замечаем что фильтр масляный стоит не оригинальный а если он и синий то какой-то поддельный вот здесь что за фильтр неизвестно но как правило это какой-то а м д стоит или вообще там какая-то шляпа сэкономили получили на дня кстати звонил человек который сказал что у него на ходу развалился масляный фильтр и естественно все это поперло мотор поэтому я всегда за то чтобы ставить оригинальный масляный фильтр и не сторонник ставить какую-то шляпу или какую-то подделку еще раз я покажу как отличить сейчас поддельный фильтр от оригинала ничем отличаются они а как отличить и так погнали значок хендай выбит на нижней части вот это донышко он не вдавлен это донышко потому что у многих подделок она просто вдавлена потому что берут какой-то клише и просто шлеп туда далее вот эта сеточка этот фокус видите равномерно дырки идут вот эти пробита перфорация у подделок она не равномерная еще раз это не то как они отличаются отличается у них отличие много это то как можно просто взяв руки отличить его если не надо экономить на нем там 200 100 рублей просто покупая какую-то шляпу убивая свой мотор если кому-то интересно фильтром и также продаем ссылка в описании под видео будет на авито далее по маслу чтобы понять что может сделать масло вашем моторе вот хороший пример тут лежит головка и тут же лежит блок вот данный блок скажем так машина это кирио по моему шестнадцать или пятнадцатый год в общем 3 рио в рестайлинге именно было человек залил маслом и машина прошла четыре или пять тысяч и вот такой результат вы видите просто мазут везде в головке тут пипец полный и короче мотор застучал иного не может быть вот тут еще есть такие же экземпляры вот что могу сказать не нужно экономить на масле не стоит экономить на масле да также у нас есть масло в продаже но его не так много она то появляется то продается и иногда просто не можем обеспечить своих клиентов и цена у нас за литр сейчас на данный момент это у нас 6 сентября 22 года 1400 рублей за литр мобила и многие звонят говорят да вы что это дорого я там нашел где-то на маркетплейсе дешевле да человек может найти на маркетплейсе дешевое масло и теперь поговорим конкретного магазине например яндекс маркет как из устроенная его системы и так вы нашли масло вот за 4000 рублей до допустим просто для примера и очень рады нашли хорошие качественные очень дешево а теперь рассказом в этих четырех тысячах лежат 800 рублей комиссия яндекса 6 процентов от общей от этой суммы это налоги которые вы заплатите государству ну доставка я не знаю сколько там плюс минус вообще даже можно ее не учитывать в итоге остаются 2 960 это то что получит на руки человек который будет вам через маркетплейс продавать а еще он должен получить какую-то прибыль допустим ну не знаю 160 рублей он заложит себе хотя это такого вряд ли это может быть такого просто не бывает ну пускай ладно пусть 160 то есть цена масла для него было 2 800 рублей я не буду никому ничего доказывать но вы должны сами понимать что такого масла не существует качественно это бурда просто залитое в оригинальную канистру и попадая покупая такое масло вы попадаете вот на такое так что всегда думайте ну а так в принципе можете конечно экономить покупать дешевые фильтра плохое масло мы всегда вам от капиталем мотор поэтому закладывайте эту в цену экономия надеюсь я донес всю информацию сегодня до вас но на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге